Привет и добро пожаловать на мой канал. Это Саша, и в 2022 году я закончила школу с золотой медалью. И на протяжении всей школьной жизни я была отличницей. Честно, я всегда трепетно относилась к своему обучению, иногда приходилось справляться с апатией и нежеланием учиться. Но всё же я смогла, а значит сможешь и ты. Смотри видео до конца. Всем привет, меня зовут Саша, и вообще многие мои зрители знают меня как человека, который мотивирует на учёбу, который даёт какие-то полезные советы. Да, я была отличницей всю свою школьную жизнь, то есть начиная с 1 по 11 класс и закончила школу с золотой медалью, с красным аттестатом. И сейчас, к сожалению, не могу вам это всё показать, так как аттестат у меня в универе, медаль где-то валяется. Но всё же за моими плечами большой опыт, которым сегодня я с вами хочу поделиться и рассказать вам некоторые секреты, лайфхаки, которые помогали мне держаться на плаву всю школьную жизнь. И казалось бы, многие думают, вот я хочу стать отличником, значит мне нужно всё учить, мне нужно зубрить, мне нужно быть каким-то супергением, но нет. Если вы так думаете, то вы сильно заблуждаетесь, потому что отличник это не только про умного человека, это в то же время человека, который умеет правильно организовывать своё время. В общем, бывают разные виды отличников, и я думаю, вы даже на примере своего класса можете назвать точно 2-3 типа. И вообще, я в целом считаю, что отличником может стать абсолютно любой человек, просто кому-то это даётся сложнее, а кому-то это даётся гораздо легче. Это всё, в принципе, зависит от того багажа знаний, который у вас есть, от того, как вы умеете правильно общаться с людьми, вести себя и тому подобное. Поэтому давайте сегодня поговорим обо всём по порядку, если вам интересно, то обязательно оставайтесь со мной. Давайте уже поскорее перейдём к сути самого ролика, также я под этим видео оставлю тайм-коды, чтобы вам было удобнее ориентироваться по советам. Возможно, вы потом захотите что-то пересмотреть, переслушать, например, записать так же себе в заметки, чтобы не забывать о том, что я сегодня сказала. Кстати, для получения красного аттестата и, соответственно, золотой медали, кстати, в этом году я слышала, что ввели серебряные медали, я точно не помню, по-моему, там нужно иметь две четвёрки в аттестате, не более двух четвёрок, то есть может быть одна, а может быть две. Вот, а золотая медаль, как её получить, нужно, во-первых, конечно же, закончить год на все пятёрки и также сдать ЕГЭ не менее чем на 70 баллов. Не менее чем на 70 баллов вы должны сдать обязательно русский язык и математическую профильную. Если вы сдаёте базу, то вы должны сдать её на пятёрку, но не ниже. И также хотелось бы отметить сейчас одну очень важную деталь, одну очень важную вещь. Вы действительно хотите стать отличником или, например, хотят этого ваши родители или ваши учителя? Пожалуйста, задайте себе сейчас сами этот вопрос, прежде чем вообще начать просмотр ролика, потому что я считаю, что это очень важно, это должно идти ваше желание, потому что вам придётся потом всё это вывозить и, так скажем, держать этот статус отличника. Первое — быть включённым в урок. Не залипать в телефоне, а вникать в происходящее, возможно, как-то участвовать в дискуссиях или просто поддерживать диалог, потому что если вы будете залипать в телефоне, то вообще смысл посещения школы можно было, как говорится, и не ходить, потому что, скорее всего, вы ничего не запомнили, вы ничего не услышали, и, в принципе, вся ваша работа будет происходить дома. Казалось бы, это такая мелочь, но на самом деле это и формирует какие-то ваши мысли. Если вам кажется, что прошёл урок, и вы вообще ничего не знаете, то, поверьте, когда вы начнёте делать домашние задания, вы начнёте как-то сопоставлять детальки в своей голове. Конечно, тут тоже очень многое зависит от учителя, есть учителя, которые, так скажем, не умеют преподносить материал, который доносит его не так, как вам хотелось, но, слава богу, на своей практике я не так много сталкиваюсь с такими учителями. Я бы сказала, что у меня все учителя были всегда хорошие, а всё всегда было интересно на уроках, но, в принципе, после каждого урока я выносила для себя какую-либо пользу. Также не стесняйтесь на уроке отвечать на вопросы, задавать вопросы, если это можно, если есть на это время, потому что лучше в этом разобраться сейчас и понять, например, свои ошибки, или же убедиться в том, что вы правы, чем потом, спустя время, можно, во-первых, забыть об этом, а, во-вторых, может быть, уже поздно, у вас может уже наслаивание быть на неверный материал, на который вы опирались, в общем, это будет довольно сложно, если у вас есть какая-то проблема, то старайтесь её сразу решить, ну, хотя бы через день тоже подойти к учителю, задать вопрос, не бойтесь показаться глупым человеком, потому что все мы учимся, и они прекрасно понимают, что вы обычный ученик, который изучает материалы, и, соответственно, у вас явно могут возникать вопросы, я бы сказала, это даже нормально, если они у вас будут. Конечно, введите конспекты по всем предметам, это будет очень полезно при подготовке контрольным, но это просто элементарно нужно, когда вы пишете, часть материала у вас откладывается в голове, и вы даже не осознавая этого, на самом деле, что-то запоминаете. Можно писать конспекты не просто сухо, а также выделять что-то цветными ручками, маркерами, рисовать для себя дополнительные рисунки, схему пояснения, то есть учитель что-то говорит, и вы ловили какую-то прям свою мысль в его рассказе, что-то, что проскользнуло, так скажем, между строк, обязательно это запишите, потому что на той же математике мне это очень помогало, какие-то для себя небольшие, так скажем, лайфхаки, сама себе записывала, как что можно решать, например, где что-то важно отметить, и это помогало мне при подготовке к контрольным, к зачетам и вот таким каким-то работам. Кстати, я не перестаю удивляться комментариям вот именно под такими роликами, как стать отличником, когда люди, которые плохо учились в школе, начинают писать, что вот там у меня есть пример друга, который был вообще двоечником, но теперь он бизнесмен, у него там своя компания и тому подобного, что отличники на самом деле ничего не добиваются, что это все, это фигня, и двоечники гораздо более успешные в жизни. Каждый раз я не понимаю, зачем люди просто пишут эти комментарии, возможно, для какого-то своего успокоения или самоутверждения, вот честно, я не понимаю, какую мысль они хотят донести, потому что отличник это не про то, чтобы вот так сидеть, зубрить, отличник это как раз-таки про то, как быть, можно сказать, даже ловким, гибким в жизни, про то, как уметь находить выходы из каких-либо ситуаций, и это не только про зубрежку. Следующее, что важно упомянуть в этом видео, это регулярное повторение материала. Материал, он со временем забывается. Соответственно, для того, чтобы иметь какие-то знания, постоянно нужно их актуализировать, то есть повторять то, что вы уже изучали, повторять формулу определения, это больше касается, например, таких предметов, как биология, химия, потому что с каждым разом становится материала все больше и больше, и, соответственно, старый материал вы редко повторяете, согласитесь, что мы делаем это довольно-таки нечасто, поэтому для того, чтобы вам было легче уже на следующих контрольных, то я вам советую регулярно просто повторять материал, взять это себе в привычку, например, раз в месяц повторять все, что вы изучили в школе за этот месяц. Возможно, вам будет немножко лень, но поверьте, потом вы себе обязательно скажете спасибо, так как в дальнейшем вам не нужно будет еще тратить время на то, чтобы изучать тот материал заново, потому что он, соответственно, забудется. Как я уже сказала, отличник это не только про успешную учебу, хотя это тоже неотъемливая и очень важная часть, отличники должны уметь правильно организовывать свое время. Это касается, в принципе, планирования всего своего дня, то есть во сколько вы встаете, во сколько вы ложитесь, потому что это также важно, то есть в целом то время, которое у вас остается после школы, вы, конечно, можете его все потратить на игры, развлечения и тому подобное, а можете его, так скажем, провести с пользой, например, поделать какие-то уроки наперед. Конечно, если вы занимаетесь спортом профессионально, то это уже отдельная тема, например, я ходила на танцы и отлично совмещала все это с учебой, мне хватало времени, чтобы делать уроки, просто, например, я знала, что вот сегодня я пойду на танцы и у меня буквально будет час до танцев, чтобы поделать уроки, я, соответственно, делала уроки. Но если я понимала, что, например, у меня очень много уроков будет на следующий день и я никак их не успею сделать, то, конечно, я понимала это и делала уроки именно заранее и выделяла на это время уже гораздо раньше. И это касается не только будних дней, а также выходных, очень важно также правильно распределять свое время. Как это примерно происходило у меня? Один день у меня был выходной для отдыха и для меня, когда я вообще не прикасалась к урокам, а второй день для учебы. По-моему, у меня как раз-таки воскресенье всю первую половину дня, где-то до часу, там, с 9-8 утра, я уделяла урокам. Если что-то не успевала, еще, ну, как бы дальше делала. А воскресенье происходило как-то так. Это все потому, что я еще училась в субботу и мне хотелось, правда, немножко отдохнуть и как-то перезагрузиться. Не забывайте о сне и отдыхе. Я решила это вынести в отдельный пункт, хотя, в принципе, это соприкасается с тайм-менеджментом, но все-таки вы также не должны забывать о времени на сон и отдых, потому что это неотъемлемая часть нас. Нам всем нужно отдыхать, нам всем нужно восстанавливаться. И вообще здесь я оставлю картинку, сколько должен спать школьник, и это, правда, очень важно. Потому что я, в принципе, за годы не только учебы, а, в принципе, жизни выработала такой свой график сна, который для меня комфортен. И, в принципе, когда я немного сбиваюсь с него, то мне становится реально плохо. Я чувствую себя в течение дня уже вяло, устало, и, соответственно, как-то учиться у меня особо и нет желания быть внимательным к требованиям учителя. К сожалению, иногда некоторые учителя ставят оценки не объективно, а только, например, следуя каким-то своим принципам. Я знаю, что многие учителя выдвигают какие-то свои особые критерии, которые вы должны обязательно соблюдать, и обычно они проговаривают, например, это перед началом работы, и, в принципе, говорят вам об этом и открыто предупреждают о том, что, например, за это я буду снижать оценки. Поэтому будьте внимательны, не прошляпьте это. Будет очень обидно, если вы потеряете баллы не потому, что вы что-то недоучили или что-то не знали, а просто из-за своей невнимательности, из-за того, что не соблюли какое-то требование. Кто сдавал ЕГЭ или кто сейчас готовится к сдаче, поймут меня, что там есть некоторые задания, которые очень специфичные, как то же самое сочинение по русскому языку. То есть вы не можете писать так, как вы хотите, вы должны писать так, как нужно это сделать, и вы, соответственно, натаскиваете себя на какой-то шаблон. Я считаю, что это хорошее умение, именно уметь заранее подстраиваться по чьи-то требования, возможно, кому-то это кажется странным, но такова система, в принципе, многих экзаменов, так что я думаю, что для дальнейшей практики это будет очень полезным. Также, что касается каких-то зачетов контрольных, я уже в одном из своих недавних видео здесь оставлю название, и также ссылочку оставлю в описании. Я говорила о том, как нужно правильно готовиться к контрольной, но сейчас хочу просто немножко обобщить и сказать одну очень важную вещь, которая помогала именно мне в школе, не в университете. Вот, например, меня ждал какой-то огромный зачет по той же геометрии, я брала отдельную тетрадь, либо листок А4, и выписала все важное и самое главное, что мы прошли, например, за этот год. Все по каждой теме, то есть у меня получилось в итоге там 6-7 листов, все это зависело, в принципе, от объема материала. И потом я все учила именно с помощью этих опорных листов. Конечно, можно там листать свои тетради, но это очень неудобно, потому что все находится в разных местах, а хочется иметь прям вот, знаете, систематизированную информацию, только самое главное без воды. Поэтому вот такой вот небольшой лайфхак для подготовки. Вы можете, например, писать этот лист не сразу в один момент, а, например, постепенно в течение года дополнять туда все самое важное из разных тем, и к концу года у вас соберется вот такой классный полноценный лист. Что я бы хотела отметить, это не бойтесь учиться на своих ошибках. Делать ошибки, тем более в школьной практике, это совершенно нормально, в принципе, это нормально и в жизни, всем свойственно ошибаться, поэтому, наверное, чем больше ошибок вы будете делать, тем лучше, потому что таким образом вы учтете все недочеты и в конечном итоге сделаете, например, самую лучшую версию того, что вы могли бы сделать в контрольной, покажете какие-то свои результаты. Если бы мы не делали ошибок, то потом мы бы не могли достичь какой-то лучшей версии себя в каких-то делах, и это совершенно нормально. Не обязательно только учиться во время учебы. Начните заниматься чем-то другим, каким-то хобби, делом, которое будет приносить вам удовольствие и также помогать разгружать свой мозг именно от учебы. Возможно, вы хотите пойти в какой-то кружок, также, я знаю, при школах бывают какие-то секции, там волейбол, баскетбол. Это могут быть также танцы, пение, программирование. Здесь есть очень много разных вариантов, но выберите то, что именно нравится вам. Можете попробовать сразу несколько, потом выбрать то, что вам нравится больше всего. Меня как бы с самого детства, можно сказать, в отдельную секцию танцев, и как бы у меня в мыслях не возникало, что я как-то разгружаюсь после учебы, я, например, думаю, блин, я поучилась, еще иду на танцы. Но потом в какой-то момент я поняла, что это очень круто, что вот у меня и была школа, а потом у меня какая-то отдельная своя жизнь на танцах, где я совершенно не думаю об учебе, а увлечена чем-то другим. Последний совет, который я хотела бы дать вам в этом видео, когда вы начинаете делать уроки, заведомо не ставьте себе цель просто сделать все. Поставьте себе цель узнать, что новое, и сделать уроки именно качественно, понять что-то, разузнать что-то. И это нормально, если у вас что-то не получится, или же если вы наделаете много ошибок. Конечно, на то, чтобы сделать уроки именно качественно, потребуется больше времени, чем сделать их просто для галочки, но, конечно, это будет в разы эффективнее, чем просто так делать уроки. Наверное, на этом я уже буду заканчивать свой ролик, я надеюсь, что он вам понравился, я считаю, что действительно он будет очень полезным для школьников, и напишите также в комментариях, являетесь ли вы отличником сейчас, или очень хотите, и также будет интересно узнать именно почему вы хотите это сделать. В общем, всем спасибо за просмотр, мне будет также приятно, если вы подпишетесь на мой канал и оставите любой комментарий, это поможет продвижению ролика, и чем больше комментариев, тем больше людей увидит в рекомендациях моих видео. Всем спасибо, и всем пока!